Дочь Елизаветы II принцесса Анна, по некоторым данным, высказывалась против Меган Маркла еще до ее свадьбы с принцем Гарри. Напомним, что Меган и Гарри в начале марта дали большое интервью о Прео Уинфри. Во время беседы Маркла обвинила Букингемский дворец в расизме. Она не стала говорить, кого именно из членов королевской семьи уличила, так что заинтригованная общественность стала гадать, кого именно могли возмущать происхождение Меган Маркл и цвет кожи ее сына. После выхода скандального интервью королева Елизавета II поручила провести расследование по поводу инцидента, а принц Уильям открыто заявил, что в их семье нет места расизму. Некоторые же начали предполагать, что той самой расисткой могла оказаться единственная дочь королевы принцесса Анна, которая якобы всегда недолюбливала Меган и была против ее брака с Гарри. Дочь принцессы Анны Зара Тиндал буквально на днях родила третьего малыша. Она была возмущена заявлениями Маркл и ее намеками на то, что Анна высказывалась против бывшей актрисы. Зара резко попросила Меган оставить ее мать в покое. Сама Тиндал также явно не в восторге от жены принца Гарри. Наладить отношения у них не получилось. Впрочем, члены королевской семьи вряд ли скоро увидят Меган Маркл, так как уже известно, что она отказалась приехать даже на похороны принца Филиппа, сославшись на большой срок беременности. Через два дня после смерти своего деда принца Филиппа, 36-летний принц Гарри прилетел на родину из США. В поездку герцог Сасикский отправился один, его 39-летняя супруга Меган Маркл и их годовалый сын Арчи остались в Калифорнии. Герцогиня сейчас находится в положении, и врачи ей советуют лишний раз не рисковать, тем более, что летом она пережила выкидыш. Как сообщил инсайдер изданию Асвикли, по жене и сыну Гарри очень скучает и постоянно созванивается с ними по видеосвязи. Он уже очень скучает по Меган и Арчи, и каждый день созванивается с ними по фейстайм, чтобы проверить, как они там. Он действительно разговаривает с Меган несколько раз в день, потому что очень беспокоится, что оставил ее одну на таком большом сроке. Сказал он. В Великобритании Гарри пробудет как минимум до субботы, когда состоятся похороны его деда. В своем заявлении в связи со смертью принца Филиппа герцог Сасикский отметил, что он и его семья всегда будут помнить герцога Эдинбургского. «Ты всегда будешь занимать в сердцах Меган, Арчи, в моем сердце, а также в сердце твоей будущей правнучки особое место», — сказал Гарри. Ранее другой источник сообщал, что герцог Сасикский чувствовал себя виноватым из-за того, что не смог вернуться домой раньше, чтобы попрощаться с дедушкой, с которым у него были близкие отношения. 11 марта в 13 часов 15 минут по лондонскому времени принц Гарри приземлился в аэропорту Хитроу. Он прибыл обычным коммерческим рейсом британских авиалиний из Лос-Анджелеса. В аэропорту, прямо на взлетной полосе, Гарри встретил королевский кортеж и полиция. Как сообщает Дзе Сан, принца доставили в Кенсингтонский дворец, где ближайшие дни он проведет в изоляции, ему придется соблюдать карантин. Но Гарри точно будет присутствовать на похоронах своего деда, принца Филиппа. Они, как стало известно в минувшие выходные, состоятся в субботу, 17 апреля, в Часовне Святого Георгия в Вензорском замке. В официальном заявлении говорится, что церемония прощания с принцем Филиппом пройдет в узком кругу, ее посетят не более 30 человек. Супруга Гарри, Меган Маркл, в Лондон не прилетела. Будучи на поздних сроках беременности, она осталась в США. Источники, близкие к паре, сообщили, что жена герцога Сасикского хотела присоединиться к мужу, но наблюдающий ее врач посоветовал воздержаться от путешествий, дабы не подвергать риску здоровья будущего ребенка. Это первый визит принца Гарри в Великобританию с тех пор, как он и его супруга отказались от королевских обязанностей. К тому же принц Гарри впервые лично встретится с членами своей семьи после их с Меган скандального интервью о преуинфре. Напомним, принца Филиппа не стало в минувшую пятницу в Вензорском замке. Супруг королевы Елизаветы II не дожил до своего столетия всего два месяца. Свои соболезнования уже выразили десятки монарших семей и знаменитостей со всего мира. Сами Меган и Гарри тоже почтили память монарха, опубликовав заявление на сайте своей организации Archeo. Член королевской семьи принц Гарри отправится в Великобританию на похороны своего деда, принца Филиппа, однако его супруга Меган Маркл останется в США, поскольку ее срок беременности не позволяет путешествовать. Источник, близкий к королевской чете, рассказал, что герцогиня приложила все усилия, чтобы поехать вместе с герцогом, но, к сожалению, она не получила разрешение на поездку от своего врача. Герцогиня Меган, которая сейчас беременна вторым ребенком, девочкой, не сможет сопровождать принца, говорится в сообщении. Как сообщалось, похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственными, а британская общественность просит не участвовать в похоронных мероприятиях в связи с действующими карантинными ограничениями. Напомним, в пятницу в Букингемском дворце объявили, что умер супруг британской королевы Елизаветы II, 99-летний принц Филипп. Меган Маркл и принц Гарри почтили память супруга Елизаветы II принца Филиппа, который скончался накануне в возрасте 99 лет. Сообщение они опубликовали на сайте своего фонда Арчвелл. Его королевское высочество герцог Эдинбургский, 1921-2021. Спасибо за службу. Нам будет вас очень не хватать, говорится в сообщении. Напомним, мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа не стало в пятницу 9 апреля. Ему было 99 лет. Принц Филипп прошел на военно-морском флоте всю Вторую мировую войну и получил после нее звание старшего лейтенанта. Закончив службу на флоте, он получил звание командора. У Филиппа и Елизаветы четверо детей – Чарльз, принц Уильский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдуард, граф Уэсикс. Меган Маркл готовится к новой судебной битве. На этот раз на кону стоит нечто гораздо более важное, чем право герцогини на неприкосновенность личной жизни, за которую она судилась с британскими таблоидами. Теперь же Меган хочет попытаться отстоять свое честное имя, после того, как ее публично назвали Лгуньей. Об этом сообщила в интервью королевский биограф Анжела Ливайн, близко знакомая с герцогиней. На этот раз Маркл решила отомстить своему главному на сегодняшний день врагу – британскому телеведущему Пирсу Моргану. Меган готовится натравить на Пирса своих юристов очень агрессивную команду по отзывам экспертов. Сейчас юристы начали изучать текст или интервью, которое Морган дал на днях, чтобы найти наиболее уязвимые места выступления для возбуждения судебного иска. В своем интервью Пирс выдвинул против Меган немало обвинений, а подводя итог, он назвал ее Лгуньей и заявил, что все рассказанное ею о своей жизни в королевской семье и о том, как ее якобы обижали родственники Елизаветы, неправдоподобно. Более того, Морган напомнил, что ее муж, принц Гарри, обвинивший королевскую семью в расизме, в прошлом сам был улечен в публичных расистских высказываниях, в то время, когда служил в армии. Развивая тему расизма, Пирс бросил Меган прямой вызов. Он потребовал, чтобы она раскрыла имя того, кто якобы выразил беспокойство по поводу цвета кожи ее тогда еще не родившегося ребенка. «Я, как и все британские налогоплательщики, вношу свой вклад в содержание королевской семьи. И от лица всех нас я хочу и имею право узнать, действительно ли я оплачиваю расходы якобы расистской семьи», — заявил Морган и добавил, что лично он категорически исключает такую возможность.